В последних двух поединках, и посмотрите, как здорово Евдокимов играет. Не знаю, будет ли он рассматриваться как основной игрок, но Дубинец получает мяч от Ориньо. Классная передача проходит, внешней стороны стопы Дубинец убирает игроков, даже двоих, и Джозефу дают, Джозеф! Катит дальний угол, и Динам выходит вперед, голевая Дубинца, и идеальное исполнение 71-го номера Джозефа. Энергетика уже выиграли, да, счет был 3-0. На моей скорой состав выстреча право. Дальше Калачев, Гомонов, Журавлев, Гус, Сибилев, Синько, Латыхов и Ровда. Ну, конечно, особенно будет интересно посмотреть за Латыховым, да? Один гол уже есть, и Минская Динамо идет за шестой победой. Классный пас, удар, баг еще, он буквально расстреливал Генералова, и какой сейф от вратаря. Чего, опять же. Красиво смотрится игра, и Латыхов, его неудачный прием. Можно пытаться обыграть, удар поворотом, и рядом со штангой. Это был очень опасный момент, и Шпаковский, как мне кажется, не доставал бы. Жевниров ошибается, перехватывает Рылач, который, опять же, смесился в центр, и пас на Дубинца. Полузащитника к полузащитнику, Дубинец может обыграть. Дубинец бьет с левой, подбирает Джозефа, обводящий ему это... Я бы ему пальму первенства отдавал в конкуренции с Рылачем. А тут Латыхов разбирается и бьет с левой ноги. Интересно, будет ли радоваться Латыхов, учитывая, что он у нас является воспитанником клуба. Привет, и мне тоже привет. Отличное настроение, хорошая игра, очень здорово играют. Команды, удар поворотом, Шпаковский отбивает, и еще один сейв. Вот это игра, стена. В красной форме. Защищает ворота, вы знаете, на самом деле, сейчас стопроцентный момент был у Ислища, и я не знаю, каким образом, но Шпаковский отбивает. Я не знаю, наверное, потому что стадиона там нет. Да, и мяч залетает в сетку, это Аринио. После того, как мяч попадает в голову 88-му номеру Ислища, мяч залетает в сетку, и 2-0 в исполнении Минского Динамо. Ну что ж, такой вот неоднозначный первый тайм. Мне казалось, что и для Ислища, и для Динамо все было не так просто. Потому что не в ту сторону сыграл игрок Минского Динамо. Так, Ислищ в атаке, классный пас, удар, и аштаги ворота залетает мяч. Хорошее начало для Ислища. После первого тайма один гол появляется у команды из Минского района. Провалилась защита, никого не было слева. Будут являться игроками основ. Кто его знает. Один XB, удар поворотом! Отбивает Шпаковский. Вот этот парень, который по 30-м номерам еще. Погода у нас шикарная, но холодно. Снова этот парень. Удар поворотом! И здесь Шпаковский. Дмитрий Комаровский показывает, как правильно бить. Рылач, рылач, рылач! Наконец-то пробил! Он тут его скрипченко буквально заставил пробить поворотом. До этого очень... Загоняет его свирепо в угол. Джозеф пытался играть эффектно, но была прочитана его задумка. Это же снова контратака Ислища. И этого парня лучше сдерживать. Ходорковский. Ходоркевич не отбирает мяч. Удар! Ислищ сравнивает счет. Но, честно говоря, учитывая, как этот парень играл, как будто бы гол напрашивался. Именно с левого фланга. Именно от него. И он уже до этого два раза бил поворотом. Уже в третий раз Шпаковский отбить не смог. Хотя дотянулся до мяча. Да, в Белом Минское Динамо подача! И опять же опасность! Удар! И Ислищ выходит вперед! Ну что ж такое-то? Все преимущество, которое было у Минского Динамо, мало того, что растерянно, так уже и команда пропускает. Ну и Морозов, бывший игрок Ислища. И Макарский пишет нам статистику. И так, по ударам, вы помните, что было 7-7, теперь 9-12. Минское Динамо уже проигрывает Джозеф. Берет игру на себя на Морозова. Морозов в девятину стреляет вот эта пушка. Ничего себе, как стрельнул. И, конечно же, Морозов не радуется. Это было впечатляюще. И Джозеф к своему голу добавляет еще и голевую передачу. Стрельнул так стрельнул. Обычно говорят, убил семью пауков, которая там в этой девятке жила. Заброс на Хвощинского. Хвощинский в штрафную на Морозова. Морозов, Хвощинский. Морозов. Морозов. Замах! Удар! Рядом с девяткой. Там у него нагретое место. Но в этот раз он промахнулся. На Сочивка. Сочивка забрасывает на Антона Путила. Ну что, будет гол или не будет? Я вставил на то, что будет. Но пока его не видно. И какой контроль? Это точно Динамо или Спартак? Антон Путила. Будет ли бить Антон? Бьет обводящий им отскок мяча Морозов. Простреливает на Джозефа. И догоняет защитник Ислыча. Близко было. Очень близко.